Библиотеки 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 В Советском Союзе было так много Я не скажу В Советском Союзе их было больше Потом шел процесс естественный Какие-то структуры закрывались Но есть регионы в которых библиотеки Открываются например во Львовской области Открываются детские библиотеки И так далее Все это уже такой процесс очень живой 42 миллиона это никак не много Я думаю что Сеть публичных библиотек собственно говоря, который особенно и опекает Вячеслав Кириленко, была бы им рада. А вообще в каком виде сейчас существуют библиотеки? Ну, вот мы немножко уже увидели в сюжете. Ведь очень хочется их осовременить. Сделать так, чтобы в них ходили, там собирались, там вместе читали. Пока библиотека это все-таки немножко вот такая машина времени. Что-то из прошлого. Дело в том, что библиотеки на самом деле очень разные. Они такими разными и должны быть. Вот так же, как разные люди. Так должны быть разные библиотеки. Кому-то нужен научно-информационный центр, такой, как наши национальные библиотеки. Кому-то нужно третье место, где можно комфортно обсудить какие-то проблемы и просто побыть в тишине, спокойствии и безопасности, что тоже сегодня очень важно в нашей сегодняшней ситуации. И ассоциация очень много работает над этим вопросом. У нас есть прекрасные разработки и по модернизации, и по реформам для всей страны. Вот я тут так подготовилась к сегодняшнему разговору. И тем не менее, в том году был выпущен специальный манифест, который называется «Библиотеки в условиях кризиса», где есть рекомендации, как действовать, к чему стремиться. Кризис – это то же время, когда можно развиваться. Ну а вот, кстати, как развиваться в ситуации, когда, насколько я понимаю, огромное количество людей уходит в интернет, огромное количество людей находит какие-то электронные замены библиотекам. Это прекрасно. Это всего лишь… Библиотеки становятся не нужны, или они просто находят себе какую-то другую нишу, они находят какой-то другой способ привлечь к себе человека, затащить его к себе? Не надо никого затаскивать. Все, кому мы нужны, приходят сами. Но вот наш корреспондент, сюжет, который вы сейчас видели, она говорит о том, что очень мало народу ходит в библиотеки. Дело в том, что библиотека точно так же идет в тот же сегмент интернета, и масса библиотек, тысячи библиотек имеют свои сайты, свои ресурсы, и там представляются. И я до недавнего времени, практически 25 лет работала в библиотеке Вернадского, моя любимая родная библиотека. Так вот, ее посещают миллионы со всего мира виртуально, пользуясь ее ресурсами. И каждая библиотека в состоянии найти свой сегмент либо историко-культурными фондами, либо какими-то современными коллекциями, дистанционным обслуживанием. То есть вот этих вариантов, вариаций очень много. А книг вообще хватает? С электронными понятно. А вот книг физически, бумажных. А бумажных хватает? Мы с Юрием работаем еще на радио, и нам одна слушательница написала, что пришла, я только не помню, из какого города она, из Киева или нет. Нет, это какой-то даже был, насколько я понимаю, посел городского типа, что, собственно, еще показательнее, потому что объем, конечно, людей живет за пределами больших городов, и там и с интернетом куда сложнее. Да, и она написала, что в местной библиотеке Ленин и Маркс лежат. Это, видимо, в рамках декоммунизации как-то своеобразно подошли к этому. И вывод был следующий. Следующий вывод нашего слушательницы нам прислал. Читать в библиотеке абсолютно нечего. Очень жаль, что такой вывод, что, ну, не могу прокомментировать, я не знаю, какая конкретная библиотека, какая там конкретная ситуация. Несомненно, в регионах, возможно, ситуация, опять же, из-за недостаточности финансирования, ну, скажем так, хотя в общей сложности миллиарды выделялись и выделяются, их все равно недостаточно, потому что современная книга стоит дорого. Вот, поэтому и есть вопросы к реформированию, к обеспечению книгообеспеченности. Вот, опять же, ситуация заключается в том, что необходимо развивать нестационарные формы обслуживания, вот если бы в том населенном пункте были мобильные библиотеки, о которых много говорится, и которые существуют, это, несомненно, деньги. Сегодня все деньги. Кроме энтузиазма и эмоций, деньги для технологий модернизации Значит, смотрите, вот нам сейчас сообщают, 150 районных библиотек в Киеве. Только в Киеве 150 районных библиотек. Сколько тысяч библиотек, я даже затрудняюсь себе представить, районных, городских, поселков городского типа, на это выделяются деньги из бюджета, библиотеки сами по себе деньги не зарабатывают. Я правильно понимаю? Да, нет, ну, есть небольшая возможность предоставления платных услуг, но это вряд ли будет больше 10% бюджета. Нет, несомненно, нет, потому что это совершенно другая задача. А что делать с этими районными библиотеками, со всем этим объемом? Как их модернизировать, чтобы они стали современными, чтобы туда ходили люди? Вот что в этой программе, в частности, о которой вы хотели рассказать о планах? Да, проект этот, мы надеемся, что будет согласован всеми министерствами. Министерство культуры его в свое время разработку поддерживало. Вот 10 направлений от законодательной части, материально-технической, модернизации, внедрения европейских стандартов, до коммуникации и обучения. Все нами учтено. Несомненно, нужна модернизация и реорганизация. Процесс этот может быть сложным или болезненным, но все европейские страны его уже прошли. И, поверьте мне, пришли к очень хорошим результатам. Где-то закрывались, возможно, библиотеки, но где-то и они открывались. Польша сейчас нам показывала, вот приглашали нас на семинары, к нам приезжали. Прекрасный опыт, когда общество, насытившись бассейнами, аквапарками и всяческими иными развлечениями, попросило власти о восстановлении и открытии библиотек в районах городов. Но это уже библиотеки, библиотеки не только как место для чтения, а место технологической грамотности, место диалога, общения и, в общем, немножко другие формы. Значит, библиотека теперь, это уже не просто место, куда кто-то приходит взять несколько книжек, тут же прочитать или забрать домой. Это некий клуб, да? Это некое сообщество по интересам. Это некое пространство. Мы не будем говорить о клуб, потому что клуба не да. Есть еще модное слово каворкинг. Я прошу прощения, да. Я готова к этому слову. Я просто имею в виду, смотрите, вот некое пространство, в котором уже больше, чем просто место, где можно взять, почитать какие-то книги. Так, может, их сократить тогда, может быть, не держать их в таком большом количестве, а сделать, там, я не знаю, две на район, для того, чтобы кто заходил, тот и пришел. Тогда можно и деньги более, больше денег находить на каждой из этих библиотек. Вы только что критиковали в предыдущем сюжете правительства. Не делайте им таких подсказок. Такого делать не надо. Я никого не критиковал, нет, я задавал вопросы. Я и сейчас задаю вопросы, я никому ничего не советую. Ситуация еще такова, что, слава Богу, в мире есть стандарты, вот, эти стандарты предполагают, мы как бы идем в Европу, да, и мы предполагаем, придерживаясь этих стандартов, и населенный пункт, который имеет 500 человек граждан, имеет право иметь библиотеку. То есть одна библиотека на 500 человек? Желательно, очень желательно. Или для больших городов какие-то другие? Нет, для больших городов. Вот расскажите, для больших городов, как в Европе принято, вот, не знаю, Варшава или Берлин, на миллион жителей сколько библиотек должно быть, или сколько есть? А там же разные системы, мы не можем так вот совершенно, да, обсчитывать, что там, например, на тысячу или на полторы, поскольку существует, ну, в Варшаве, да, и национальная библиотека, и массовузовских библиотек, и районные библиотеки, и детские библиотеки, и музыкальные, и так далее, и так далее. То есть фактически каждый гражданин в пределах вот там определенной достигаемости 20 минут может найти свою библиотеку. Давайте посмотрим сюжет. У нас есть подготовлен сюжет о самых интересных библиотеках мира. Вот это к тому как раз, что ты сейчас спросил. Давайте посмотрим. Публичная библиотека Амстердама. В здании 8 этажей. Помимо коллекции книг, в нее входит театр, радиостанция, залы переговоров, выставочный зал, музейный отдел, кафе для читателей, ресторан с террасой и прекрасным видом на город. Южная стена стеклянная. Вдоль нее специальные места, чтобы наслаждаться видом. Библиотека округа Хоуар. Библиотека запустила проект, главная цель которого звучит громко и амбициозно. Вырастить новое поколение ученых. Для выработки у подростков интереса к исследованиям была создана цифровая медиалаборатория, в которой проходит годовая программа High Tech Academy. Школьники изучают науку, технологии, машиностроение и математику, проводя множество опытов. Разрабатываются серьезные проекты. Например, дети выпустили онлайн-игру, скачанную более 5000 раз. Общественная библиотека Чикаго. Здесь дети проходят интерактивные обучающие программы, знакомятся с работой 3D-принтера и 3D-сканера, лазерного станка, а также устраивают 3D-видеоконференции, используя Kinect Camera. Библиотека искусств Мусасина. Японский Мусасина Art University совместил свою библиотеку с музеем, где выставляются работы учеников. Помимо бифункциональности пространства особого внимания заслуживает архитектура. Библиотека является спиралевидной стеной, состоящей из книжных полок с арками и перегородками. Таким образом, книги располагаются прямо в стене. Ванкуверская публичная библиотека. В библиотеке 7 этажей. Она оснащена лифтами и эскалаторами. Само здание в библиотеке уникальной формы, напоминающей Римский колизей. Также в библиотеке есть места, оборудованные для просмотра микрофильмов с газетами. Конечно, необыкновенная красота. На что Украина будет ориентироваться? Есть какая-то страна-ориентир по библиотекам? Нет. Во всех странах мира есть свои изюминки, есть свои красоты. И, конечно, даже обращаясь к нашим европейским коллегам, мы увидим великолепные проекты архитектурных дизайнерских решений, объединенных с технологиями и с теплом, которое дает настоящая живая книга. И я надеюсь, что у нас будет свой уникальный путь, который будет профинансирован, и наши библиотеки тоже будут иметь такие же прекрасные издания. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова